МОЛДОВА Кишинёв, столица Республики Молдова, город, возникший ещё в середине XV века, во все времена был и остаётся многонациональным. Его развитие и превращение из провинциального в современный европейский центр началось с градоначальника Карла Шмидта, сына Александра Шмидта, немца-переселенца, хирурга в губернском медицинском управлении. Почему мы говорим о Карле Шмидте именно сегодня? Потому что Карл Шмидт происходит из довольно-таки интернациональной семьи. Его папа немец, но мама полячка. Поэтому мы по праве можем считать Карла Шмидта представителем польского этноса и считаем, что именно его отпечаток остался на городке именно даже после 175 лет, со дня его кончины. Именно Карл Шмидт, поля которого мы знаем, превратил наш город в белый город, про которого все знают и про которого все пишут стихотворения. Мой белый город, ты цветок из камня, Омытый добрым солнечным дождем, Как ветром, как ветром и обеян ты веками, Как песня в сердце ты живешь в ладен. Мой теплый город в переливах света, И в зелени, и в звездах, и в огнях. Я так люблю, когда живут рассветы На улицах твоих и площадях. Невозможно представить Кишинев, современный Кишинев, без Карла Шмидта. Именно благодаря этому человеку наш город обрел европейский стиль и обрел ту архитектуру, которую мы сегодня знаем, и которую знают даже туристы за границей. Именно благодаря Карлу Шмидту наш город обрел впервые свет, обрел впервые водопровод. Благодаря ему впервые были построены водонапорные башни. И, наверное, самый известный это музей города, особенно там, где когда-то были пожарники. И откуда они могли увидеть, если в городе все хорошо. Я могу сказать, что самым его лучшим другом был Бернардати, благодаря кому вместе с ним они работали и построили, можно так сказать, заново город Кишинев. Карл Шмидт по праву считается самым любимым мэром Кишинева. Он на протяжении 25 лет работал на благо нашего общества. И в 1903 году он ушел с поста. И, как он тогда сказал, это как наказание нашему городу за еврейский погром в то время. Будучи человеком дипломатичным, Карл Шмидт с самого начала взял за основу несколько правил. Никогда не пытайся убедить того, кто тебя не слушает. Умей вовремя уступать тем, кто обладает большей властью. Приближай к себе тех, кто не ставил перед собой цель и желание попасть в городскую думу. Своей стратегией он обозначил европеизацию Кишинева. И с немецкой педантичностью начал осуществлять задуманное. Все реконструкции в Кишиневе, которые происходили. Самый старый парк Кишинева, парк Штефана Чалмари, бюст Пушкина, один из самых первых бюстов в мире. Также это все его инициатива, его работа. Первые артистичные экспозиции, которые произошли в Кишиневе, произошли тоже благодаря инициативе Карла Шмидта. Также без него все, что происходило в Кишиневе, даже дороги, которые сейчас есть. Если убрать асфальт, то мы увидим старые дороги Кишинева. Это дороги Карла Шмидта. Через дорогу от памятника Карла Шмидта находится дом, в котором он некоторое время и жил. Дом находится в очень хорошем состоянии, потому что он фактически очень много времени был закрыт. Многие историки говорят, что вообще-то он жил в другом доме, который сейчас, к сожалению, находится в руине тоже недалеко отсюда. Но этот дом остался как наследие от Карла Шмидта. И сейчас это здание превратилось в общественное место, как кафе и медицинский кабинет для наших кишиневцев. Дружба мэра города Карла Шмидта с главным архитектором Бернардаци превратила Кишинев в один из самых развитых городов Российской империи. Благоустраивались и места для отдыха кишиневцев. Самый старый парк имени Штефана Чалмария был серьезно реконструирован во времена Карла Шмидта. А именно была создана фундаментальная ограда, которая до сих пор украшает центральный городской парк. Еще Александр Сергеевич Пушкин любил гулять и проводить много времени в этом парке. Думаю, многим известно, что Александр Сергеевич Пушкин некоторое время находился в Бессарабии в ссылке. Конечно, первое впечатление было не самое лучшее про нашу маленькую страну, но наши бессарабяны очень и очень любили Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому в 1877 году было решено собрать тысячу золотых рублей, чтобы создать памятник в честь Александра Сергеевича Пушкина. Но тут получилась загвоздка. Скульптор тогда сказал, что, к сожалению, тысячи рублей недостаточно, нужны две тысячи. Таких денег у простых бессарабянов не было, даже у Карла Шмидта. Поэтому они решили, что будут делать только голову, даже плечи не закончили. И так получилось, что самый старый памятник Кишинева, ему более ста лет, был сделан, но не до конца. Именно в честь Александра Сергеевича Пушкина. В мире сейчас находится более 700 монументов в честь Александра Сергеевича, но наш один из первых трех. Он хотя бы мог быть первым, если бы немножко поторопились с открытием. В 1884 году. Первый памятник Кишинева, самый старый. Это тоже заслуга нашего мэра с польскими корнями Карла Шмидта. В этом году с 28 ноября с заходом солнца начнется иудейский праздник света Ханука и продлится до 6 декабря. Сегодня мы в гостях у еврейской семьи Баренбоймы, которые чтят традиции и передают из поколения в поколение. Ханука длится 8 дней. В каждый день евреи жгут по одной свечи в специальном подсвечнике Ханукии. В эти дни евреи устраивают пышное застолье, на которых присутствует обязательное блюдо. На Хануку принято на столе, чтобы стояли блюда, приготовленные в масле. Традиционно готовят обычно сырники, готовят драники, картофельные оладушки и пончики. В принципе, каждая семья имеет какие-то свои традиции, и в каждой общине тоже свои традиции. Жесткого ограничения по блюдам нет. Просто блюда должны быть приготовлены, жарены в большом количестве масла. Вообще, это праздник света, это праздник освобождения. В этот праздник принято дарить детям подарки. И в традициях этого праздника считается так, что если одна свеча, то делается небольшой подарок первый день детям. Вот чем больше свечей, тем значимее подарок. То есть на последний день Хануки, когда уже горит восемь свечей, хотя это, в принципе, семь дней, одна свеча помощница, в этот день должен быть какой-то большой, серьезный, хороший подарок ребенку. Это волчок, или по-другому называется совевон, или, как наидыш говорят, дрейдл. Что это такое? Это такая игрушка, можно сказать, для детей. Принято, чтобы детки в праздник Ханука играли именно в него. Есть определенные правила, по которым играется, то есть на каждой грани этого совевона есть буквы, которые каждая что-то означает. Что они означают? Нун означает нес, гиммел означает гадоль, гей, гая, шин, шам. Что это означает? Большое нес, гадоль, это большое чудо было там. Почему там? То есть, говорится, большое чудо было там, в Израиле. Но те, кто играют на территории Израиля, у них указана не буква шин, то есть не то, что чудо было там, а чудо было здесь. То есть в этом разница волчков вообще на территории Израиля или вне ее территории. То есть мы тем самым вспоминаем, что чудо случилось во время праздника Ханука, когда масло в кувшине, которого должно было хватить всего на один день, каким-то чудесным образом в храме хватило на целых 8 дней для того, чтобы успеть приготовить еще кувшины с маслом для того, чтобы зажигать Ханакью в храме. Для меня это очень большой и многослойный праздник, потому что я, когда был маленький, знал его веселую и интересную часть, то, что всегда там праздники, есть савивоны, есть вкусная еда на масле, и есть классная история про чудо. И когда я стал постарше, я уже стал понимать, что это уже не просто история праздника, это история еврейского народа с ее борьбой и победами, потому что Израиль всегда был интересен всем нациям. И вот когда его захватили, они начали защищаться, партизанские войны, и вот это вот красиво все приростло в победу, победу, которую теперь можем мы запомнить. Поэтому для меня, как взрослого, это интересно напоминание о том, что чудо может случиться всегда и везде, что без борьбы не бывает победы, что всегда надо стремиться, и рано или поздно тот, кто делает, тот и достигнет успехов. Между прочим, ханукия и вся мебель в доме Баринбоймов – рукотворные изделия отца семейства. Семен Менделевич, инженер по образованию, всю свою жизнь посвятил плотницкому делу и научился резьбе по дереву. Эта работа для него стала и хобби, и профессиональным занятием. Буквально до недавнего, до начала пандемии, Семен продолжал создавать такие вот красивые изделия – шкатулки. Для единственного внука собрал детский гараж. Нам же он показал шкатулку с секретом, похожую на футляр для книги. – Значит, я это увидел первый раз. Такое где-то в 60-м году. И все. А после уже, когда служил, я вспомнил это, я сделал. Сначала сделал коробочку, а потом был у меня товарищ один, Володя Мельниченко. Вот он занимался резьбой. И я посмотрел, и меня это так захватило, и я начал. И вот, вы смотрите, ну это все четверть от того, что осталось из того, что я режу. Я резал, дарил. Мне это очень нравилось. В Америке много резьбы моей, в Израиле, во Франции, в Германии есть одна шкатулочка. Вот эти буквы. Они означают «хай». «Хай», читается «хай». Обозначают «жизнь». Но жизнь, жизнь – все. Жизнь. Не то, что вот жизнь – живой человек. Жизнь – это очень объемное такое выражение. А формы шкатулок не я придумывал. Я где-то видел, я где-то эскизы делал, что-то увидел, что-то изменил. Но это не мое. Я просто, я инженер. И поэтому я все время что-нибудь должен был придумывать, переделывать. Одну ханукию я сделал такую большую, которая стояла в сеной синагоге. Вы знаете, где сеная синагога? На Щусево. Напротив стадиона. Вот. И как-то звонят ко мне из Израиля. Знакомый парень, который ходил в синагогу и все такое, он звонит и говорит, Рапша, я видел вашу работу. Какую работу? В Израиле. Я ничего туда не отправил. Нет, отправили туда в Видик, где открытие было, это ханукия. И вот я спросил, откуда это ханукия? А это сделал Рапша. Вот я и сделал вот это вот. Сенная синагога в Кишиневе одна из самых первых еврейских храмов, куда семья Баренбоймов регулярно приходит на все праздники. И вот это ханукия авторская работа Семена Менделевича. Подарок для синагоги, куда постоянно он стал приходить после смерти матери. Мне отец как-то сказал, когда мать умерла, говорит, а я жду этого в жизни. Для меня-то я комсомолец был такой, знаете. Вот. И отец сказал, я тебя очень прошу на могиле матери, скажи кадыш. Это, как я вам скажу, это молитва матери, поминальная молитва. И он мне дал книжку, и там было русскими буквами вот это. После того, как я это прочел, я понял, что я должен ходить, члены бога. Семен Баринбойм сегодня в Кишиневе единственный представитель своего родословия, за исключением своих двух детей. Все родственники давно уехали, но происхождение фамилии довольно-таки интересное. И Семен помнит все, что когда-то рассказывали его родители. отец, отец говорил только о своем своем дедушке, о своем отце, и я знаю отца, то, что он пришел. Зная, что его дедушка прожил 103 года и умер от воспаления легких, он был бондарь. Знаете, что такое бондарь? Это человек, изготавливающий бочки. И вот он сделал бочки, и пришли эти заказчики, клиенты, и он им их отдал, расплатились, и он завел их в подвал отметить это. Они выпили, но они молодые, много выпить не могли, им по 80 лет было, не знаю, и они ушли. А он остался еще, и выпил там немножко, и лег на каменную лежанку. Простудился в воспалении легких и умер 103 года. А теперь подумайте, он еще тогда делал бочки. Отец Семена Менделевича тоже до последних дней своей жизни работал. Во время войны он работал на заводе в Коврове, где производил футляры для перевозки авиабомб. Мой папа из Кишинева. И в 46-м году, когда родилась сестра в Коврове, папа уже тогда можно было переезжать обратно, и он приехал. Ну, он был как передовик производства, ему все разрешили, вот он приехал, и они жили здесь. Потом начали возвращаться папины братья, их сестры все, все приехали в Кишинев. И мама их встречала. Моя мама из Варшавы. В 38-м году, когда пришли туда немцы, мама оттуда сбежала, она была на работе, ну, там уже немцы были, и когда она шла с работы, ее остановили друзья и говорят, Сара, не иди. Там уже немцы. твоего брата повесили. У нее было, она, еще 11 сестер и один брат. Брата повесили, а их всех куда-то забрали. И вот она с этими друзьями, с подругами пошли где-то на вокзал, как-то сели в поезд, доехали до границы с Украиной, там пешком перешли эту границу и оказались в Советском Союзе. Вот так она выжила. Из маминой семьи в живых осталась вот моя мама и мамина сестра, которая уехала еще до 38-го года. Она вышла замуж и уехала. Моя мама в 18 лет, это уже в 20 лет ей было в 38-м году. Вот. И вот эта сестра ее, потом мама ее нашла через 18 лет, нашла ее в Париже совершенно случайно. Там в Париже выпускалась газета, называлась «Поиск». Ну, «Поиск» уже в переводе. И вот по этой газете один из друзей маминой сестры, который был в Варшаве, прочитал эту газету. И он послал маминой сестре, ее звали Леня. Леня. Ну, так. Он послал ей телеграмму, вот такая-то, такая-то. Может быть, это твоя сестра? И напиши. И вот они сначала телеграммами, и потом они уже встретились здесь, в Кишиневе. В 59-м году она приехала в Кишинев. Семен женился на Ирине Бялкиной, еврейке из России, из города Воронежа. История семьи Ирины очень интересная. Мама Фирочка из многодетной семьи Гройсмарк. Во время войны находилась в эвакуации в Киргизии. Так как дедушка Лей порано ушел из жизни, бабушка Рейзл сама растила четверых детей в эвакуации. Несмотря на то, что бабушка была безграмотна, ее дочь Фирочка закончила школу на отлично. И так как золотую медаль тогда выпускникам не давали, Эстер Гройсмарк получила такой золотой аттестат, который позволил ей после эвакуации в 1949 году окончить Воронежский мединститут и всю жизнь проработать врачом. В Донбассе, где она начинала работать сразу после мединститута, познакомилась со своим мужем, у которого корни были из Кишинева. Но семья Бялкиных все время оставалось жить в Воронеже. А Ирина приезжала в Кишинев к родственникам по папиной линии. В Кишиневе намного больше жило евреев. Вот в Кишиневе очень сильно соблюдались еврейские традиции, где действительно в городе было больше 50% евреев. И вот для меня было удивительно, знаете, когда-то, когда я сюда переехала, я познакомилась с одним врачом, он был врач-невропатолог, молдаванин, но он совершенно свободно говорил на идише. Это было очень странно для меня, но с учетом моих традиций, того, откуда переехала я, и там, где я выросла. А здесь это было нормально, потому что было много евреев, и дети вот росли в смешанных культурах. Это очень здорово. В ноябре Польша отметила День независимости. Для молдавских поляков этот праздник служит поводом для того, чтобы еще раз помнить о выдающихся соотечественниках, которые оставили яркий след в истории Молдовы и Кишинева. Творческая личность, выдающийся архитектор, заслуженный деятель искусств, профессор Валентин Александрович Войцеховский оставил более чем заметный след в истории Кишинева и других городов республики, особенно в послевоенное время. Валентин Войцеховский родился 30 ноября 1909 года в городе Минск в семье довольно бедных служащих. Когда ему исполнилось годик, он переехал в городе Сороках в Молдавии. Он всю жизнь считал Сороков своим городом. После того, как он там выучился в гимназии, он уехал в Румынию, в Бухаресте и учился на архитекторах. Он очень любил здания, очень любил чертежи, очень любил искусство. Помимо архитектуры, он был мастером именно в чертежах, но он любил совмещать разные стили. Именно он приглашал скульпторов, он приглашал художников, которые работали вместе с ним над зданиями. Не просто серые здания, он хотел после войны как-то одушевить город. Поэтому он всегда работал вместе с ними над реконструкцией. Даже здания, которые вы видите позади, те цвета, которые сейчас есть, те орнаменты, которые мы видим, это все совместная работа людей, искусства под руководством Валентина Войцеховского. На месте нынешней генеральной прокуратуры в 1952 году было построено здание Министерства пищевой промышленности. Монументальное строение расположено по адресу бульвар Штефан Чалмаре, 73. Именно здесь установлена мемориальная доска Валентину Войцеховскому, который совместно с архитектором Борисовым, придали художественный облик строению. У административного корпуса есть ажурная лоджия, выразительно выступающая над главным входом. В отделке фасада была применена наряду с котельцом обожженная цветная керамика. В архитектуре здания использованы мотивы народного декоративного творчества. Лично я отношусь к Войцеховскому как к ученому. Он не просто архитектор, он архитектор ученый. То, как он совмещал разные стили, то, как он математически смог понять траекторию, как надо строить дороги, город, чтобы все было логически связано между собой, такого вы не увидите у многих архитекторов Молдавии. Я поистине считаю его одним из самых великих архитекторов после Второй мировой войны. После Второй мировой войны очень много общественных зданий были реконструированы. В 1960 году Валентин Войцеховский, молдавский архитектор с польскими корнями, получил задание. Ему нужно было отремонтировать именно филармонику. Но Войцеховский, он был знаменит тем, что думал не по форматам. Поэтому филармоника, у которой была только одна комната, стала более обширной. Появилось очень много залов, появилось очень много комнат, где было всем удобно работать и музыкантам, и простым работникам. А когда-то это здание было цирком в Кишневе. Потом архитектор Михаил Чакир-Кушу реконструировал здание, и тут разместилась Молдавская государственная филармония с залом, рассчитанным на тысячи мест. Однако в 1962 году после очередной трансформации уже под руководством Войцеховского внешний вид здания получил лаконичную и в то же время торжественную трактовку. Новыми архитектурными средствами были достигнуты камерность и уютность зала, прекрасная видимость и отличная акустика, характерные для помещения филармонии. В первую половину XX века Российский институт проектирования инициировал проект по строению коммерческого центра именно в Кишиневе. Так в 1945 году появился и наш универмаг, самый старый коммерческий центр в Молдавии. Сейчас мы его знаем под названием Джеминей. Сначала, когда его построили, это было довольно-таки прозаичное здание. После этого пришел на помощь Войцеховский. Благодаря ему все эти изделия, которые снаружи, которые на крыше, и даже этот знаменитый лабиринт, который внутри Джемини, это все задумка и постройка Валентина Войцеховского, нашего архитектора с поисками корнями. В 1951 году по проекту Войцеховского в Кишиневе было реконструировано здание благородного собрания, построенное еще в 70-х годах XIX века. Фактически на этом месте было возведено новое строение – кинотеатр «Патрия». В основу нового проекта была положена тенденция сохранения визуального образа и высоты прежнего здания. В экстерьере и интерьере здания кинотеатра были использованы орнаментальные украшения и декоративные лепные элементы. На протяжении всего XX века здание кинематографа по праве считалось украшением города Кишинева и визитной карточкой для туристов из других стран. В середине 50-х годов в Кишиневе были завершены основные работы по благоустройству центрального парка и главной улицы города. Первое, что было восстановлено после войны, был сквер кафедрального собора, который является одним из любимых мест для прогулок горожан и гостей Кишинева. Прямо на территории сквера находятся памятники архитектуры XIX века, арка победы и кафедральный собор. После войны сквер был огорожен чисто декоративной оградой из низких тумб с натянутыми между ними цепями. Под управлением архитектора Валентина Войцеховского сегодня центральная часть Кишинева представляет собой архитектурную ценность. Если железная ограда парка Штефана Великого это заслуга Карла Шмидта, то вторая часть парка ограда железная, которую вы видите позади меня, это уже заслуга Валентина Войцеховского. Он так искусно сделал эту ограду, что многие кишиневцы даже не знают, что разница между ними несколько десятилетий. Эта ограда была так сделана, что она вошла именно в аэстетику и в архитектуру именно улицы Штефана Великого. Благодаря ему у нас есть город, у нас есть дороги, которые мы сейчас увидим. И я со всей уверенностью могу сказать, что проектирование дорог, особенно самых больших бульвардов Кишинева это заслуга Войцеховского и такое проектирование вы не увидите даже в европейских городах. Что я могу добавить, это факт, что некоторые старые здания не только в Молдавии, но и в Румынии это также заслуга Войцеховского нашего молдавского архитектора с польскими корнями. Мой Белый город вечный как сказание Тебе наш труд и молодость и смерть Я чувствую всегда твое дыхание Ты мой и наш и ты открыт для всех СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА